доброго раннего утра дорогие мои ну вот вчерашний поздний ролик я сделал спасибо за комментарии но я вам старался объяснять все как есть вот комментарии мои подписчики написала как все есть и моими словам можно сказать как у нас говорят на языка сняла и все-таки и все-таки возникает вот такой вот вопрос у людей тоже у меня вот подписчик спрашивает как же умудряется все-таки такие вот будем говорить помогайки вот пихнут вот неликвидные неликвидные можно сказать жилье по бешеным ценам нашим соотечественникам да вот сказать то что во всем виноваты эти помогайки до односторонний их обвинить я бы не посмел бы потому что отчасти есть тут и вина самих же как говорится наших соотечественников а говорит красиво говорит красиво умеют помогайки они могут самый такой даже убитую квартиру на который бы другой бы даже не смотрел даже как здесь говорят сам бедова даже не надо бедова даже бесплатно не надо сделать так что это хороший квартир еще кроме этого еще раскошелиться на его даже ремонт и заработать еще на этом у меня такой случай был это был в прошлом году еще я когда в анталии жил перед сам почти отъездом за два месяца до отъезда на приехал ко мне самый мой подписчик он до отъезда сказал что он никого не знает ему нужно квартиру 2 плюс 1 пределом 750 тысяч ну я договорился с патроном я ему сказал вот так вот так он нашел такой же квартиры 22 плюс 1 то что они сказали по их не сумме за 750 тысяч но мой подписчик он сказал что у него никого нет не знает и как где арендовать отель вот чтобы я ему короче арендовал отель но я естественно хороший нормальный отель нашел по хорошей цене вот и на две недели сразу договорился и я ему цену отправил он деньги отправили я пошел заплатил за отель день его приезда чтобы номер был готов все все и по приезду я знаю кто день он прилетает ночью он прилетел я на следующий утро приехал к нему я уже вам рассказывал что я с ним внизу при отель и ресторане посидел чаю попил тоже а за нами уже за столом сидела блондиночка наша соотечественница и делала вид что меня не знает но насколько я понял что она уже была той помогайкой который они тоже кроме меня связывались но этим помогайкам нафиг не волнует их не устройство в отеле это же мелочь на нем не ничего такого не заработаешь на 50 100 долларов заработаешь и все а тут надо грести побольше они сказали что я говорю ничего вы собираетесь брать эту квартиру мы еще должны подумать я хорошо не гору без всяких это живите все и они прожив две недели они исчезли они исчезли вот ну я думаю но наверное не захотели купить еще это и появляются они буквально через месяц вот они оказывается уже купили я это увидел уже в этом ю тубе в одном из роликов одних из наших блогеров он же хвалился что он купил такую же квартиру но требующую ремонта за девятьсот пятьдесят тысяч вот ну естественно еще и за ремонт там тысяч двести и того оказалось где-то миллион сто пятьдесят миллион двести тысяч но что говорит это он мне говорил что у него есть всего семьсот пятьдесят тысяч оказалось у него даже больше но то что он купил вот такую квартиру вот такую квартиру убитую которую надо ремонт еще все все и на нем как положено как говорится как говорится кавычка заработали еще пихнули вторую квартиру гирище тоже за бешеные деньги вот ему вот вот и вот этот господин прожив прожив даже год с лишним чуть-чуть еще не успел прожить понял что по полной его обули сейчас улетел в другую страну другую страну потому что здесь уже у него уже понял что ничего ему не светит эти квартиры так и были не ликвидны а такими остались в таком же районе вот и что хочу сказать он отдает этой же квартире по доверенности этим господам которые же ему пихнули чтобы он они его сдавали и чтобы как говорится он мол будет ему деньги отправлять то есть тот же самый сценарий который со мной случился в 2013 году то же самое когда мне пихнули вот эту убитую квартиру вот неликвидную можно сказать кепези вот которую я обставил мебель и уехал и они сказали что сдадут мне будут деньги посылать а я разбогатею в течение года мол никому не сдавали на самом деле сдавали и получали деньги но суточно сдавали своим знакомым с них стригали деньги как с меня конь алты за трое суток чужого русского парня какого-то там надпись была Андрей какой-то видимо какому-то Андрею принадлежит такой холодной квартире это было 23 февраля до сих пор помню день советской армии с 23 по 27 февраля с меня они содрали 500 долларов сказали что это 500 сейчас цены такие иди иди в отель за эти деньги мог бы ты месяц тогда ну вот они не меняются понимаете это главное уметь чесать языком понимаете красиво подать красиво говорить красиво это вот вы знаете самое главное да вот я сколько людей спрашивал да которым пихали квартиры плохие квартиры да вот у них один ответ как же вы я когда спрашивал как же вы умудрились вот так вот они всегда говорили одно и то же как будто как гипнозика это было у меня подписчица была ей пихали тоже в квартиральном районе у Кепеза она тоже здесь не живет она тоже так же по доверенности оставляла так же это своим она сейчас уже и квартиры лишилась и всего она сейчас отдыхает и надо выставлять свои фотографии вот это как говорится в инстаграме фейсбук она отдыхает летает это самое в Египет она сюда даже не едет а у нее была своя квартира вот каком бы район не был на хорошем сете там с мебелью со всеми делами вот я у нее спросил как ты умудрился в этом районе купить тогда этот район вообще не застроил она говорила что меня везли ночью привезли ночью вот и зашли в этой сете там светло светло все там вроде бы бассейне все ну посмотрела красота а когда она оформляла днем оформляли не доезжая уже вы же вчера видели квартир все нормально отлично было да оформили все она эта квартира тогда стоила двадцать две тысячи она умудрилась пятьдесят четыре тысячи долларов заплатить вот и то хорошо что вот последний раз она ко мне обратилась когда с нее еще вымогали девять тысяч долларов и который мой адвокат знакомый который со мной спортклуб ходил это сумму скосил после одного звонка с ними переговорил вот я вам рассказывал про этот случай вот она готова была еще девять заплатить вот как вам вот понимаете вот умеют говорить преподносить понимаете вот говорят цыгане такие да нет ребята это современные вот это они цыгане нервно курят стороне они умудряются красиво грамотно так это да что хорошее вложение денег короче это все если сейчас не возьмете другой завтра забирает вот только тут звонят короче вот сейчас хотят это самое вот поэтому я хочу сказать что они они умеют красиво преподносить понимаете вот я всегда когда машину продавал свои да я сколько машин своих продавал я покупал машины даже томский да без запаски без ключей без ничего все оттуда забирали хотя запаска должна идти к нему стандартно это все да и ключи а продавал продавал я машину с запаской с ключами с домкратами со всеми делами я никогда не любил на этой мелочи забрать это все понимаете вот это все тоже забрать это тоже ничего подобного и всегда говорил как и у меня машина есть это самое как и у меня даже последний девятку когда купили а предпоследний девятку вот последняя была у меня семерка до этого девяносто предпредпоследний девятку который я продал белого цвета я его настолько сделал вот что после того как купила человеку машину да эту машину еще года три ездил он еще когда там был он все время как меня видит где-нибудь это он мне благодарил он говорит я езжу три года машину даже не залазил так вы сделали его почему вы его продали вот я всегда говорю вот тут-то какие-то это были вот так я заменил все вот так если какие-то это всегда говорю как есть говорят же за правду можно и заработать можно и лишиться денег но я всегда старался говорить человеку все как есть идея как есть вот это и сейчас не работает сейчас даже если это как как одному сатирик такой был у нас в средней азии советские времена его дочки говорит пришли говорит свататься ну вот жена говорит хвалит у нас дочка красавица готовит хорошо все такое а он говорит сидит молчит вот и говорит а ты здесь тоже похвали нашу дочку же похвали что ли да похвали я ей рассказал что сказать про нашу дочку ну наша дочка вот в таком возрасте обычно даже один раз замуж не уходит она у нас молодец уже трижды говорит вышла замуж трижды развелась это встали ушли ну это говорит жена ты че дурак что ли ты че сказал он говорит ты же сказала похвали я ей рассказал все какие то поэтому сейчас могут даже бросовые да уже не нужны эти квартиры да вы эти квартиры огромные деньги это самое да вам могут так преподнести что вы ахнете понимаете главное уметь говорить главное не упускать клиента здесь принято так если у меня вот сколько у меня знакомых которые вот сейчас еще собирается да приезжать покупать квартиры да вот они мне звонят вот так вот я ни разу им сам не звоню сказали позвонили ну ладно я говорит а попробовали они бы вот с этим господом да они через день бы звонили бы они бы когда они прилетают они с этим человеком готов туалет даже идти не упускать этого человека даже туалет за за ним будет идти у меня нет такого зачем я говорю иди выбирай вот понимаете мне иногда говорят а почему ты так не делаешь ну не могу я вот так вот понимаете не могу идти с ним туалет даже вот со мной так же поступали когда в 2013 году с отеля забрали привезли в эту квартиру показали и свой офис закрытый я вам говорил как риск канцелярия фюрера вот никуда я магазин хочу давайте мы с вами вместе поедем хочу давайте вместе с вами вот если бы я тогда бы меня бы они бы отпустили бы да например пойти посмотреть я бы нашел бы два раза дешевле еще бы две квартиры за эти деньги купил бы так и квартиры две штуки за эти деньги не давали никуда понимаете никуда не давали отойти как прилипли понимаете вот поэтому я что хочу сказать вот они умеют это делать ребята вы ахнете просто они специалисты в этом деле понимаете Кашпировский отдыхает в стороне вот поэтому человеку который приезжает покупать да который не знает правильно моя подписчица написала не знает язык страну вот очень трудно сориентироваться очень трудно сориентироваться ему могут лапшу такую на уши навешать да что он поверит потому что он другой страны приехал он не знает эту страну он не знает этот район он не знает как что где что вот поэтому покупать квартиры здесь в Турции да не только здесь да это везде так попробуйте Сочи вам тоже так же вам продадут короче самострой квартиру самострой обыкновенный самострой в котором бы каждый месяц управляешь компаниями каждый не отопления нет канализация это то воды это то электричество постоянная разборка постоянное это собрание жильцов вот вам могут такую квартиру продать что вы блин уже от этих проблем бы быстрее избавиться заходить от этих квартир лишь бы даже вот за копейки понимаете у вас же будут брать это же риэлтора пихать другим другим лошарам вот другим ушастым фраерам с деньгами и здесь так же понимаете ничего не менять поэтому не только вот в комментариях написали Турцию вот опасно вот где а это везде так это везде так нормального чтобы найти который человек бы сказал да вот это стоит нет не стоит вот это да стоит вот так и очень трудно найти очень трудно найти вот поэтому они умеют это делать они умеют это делать потом человек остается сам собой со своим проблемами сам собой со своим проблемам остается те уже деньги взяли они знают, что уже они взяли свои деньги. И ваши проблемы они тоже знают. Наоборот, они от вас отключатся. Как со мной было. Оставьте нас. Телефон даже отключали. Уже когда я звонил, они не брали телефоны. Вот. Вот такой у нас говорят же здесь. Сикищ. Всех вам благ. Пока.